Добрый день, уважаемые инвесторы! Сегодня у нас 16 августа 2023 года. В принципе, до официального, официально повторяюсь, срока завершения строительства остается полтора месяца. Последняя дата это 30 сентября. По бизнес-плану, по проекту. Но, ясно и понятно, что мы пока в эту дату не успеем. Но зато приятно одно, что у нас появился шанс уйти с территории в здание. Этот шанс стал возможен благодаря вашей активности, благодаря акции, которая проводится сейчас. Ну, а акция предопределила эту активность, в принципе. И можно сказать, что в последнее время приток инвестиций шел по нарастающей. И уже в августе месяце, на сегодняшнее число, можно сказать, поступление на расчетный счет инвестиций в Совалмаш рекордное. Никогда такого не было. Это рекорд. Низкий вам поклон и спасибо. Спасибо. Потому что, благодаря вам, происходят все процессы на площадке. Нет денег, нет работы. Есть деньги, есть работа. Конечно, не надо умалять колоссальную роль подрядчиков, людей, специалистов, которые работают на площадке. Нельзя умалять их труд. Четкий, добросовестный, качественный. Благодаря всем этим составляющим мы можем лицезреть то, что у меня за спиной. А что у меня за спиной? За спиной у меня ввод теплоснабжения в здание АБК. Вернее, не в здание АБК, а в здание ПКТБ. Мы сейчас с вами находимся в тепловом пункте, индивидуальном тепловом пункте. И здесь идет обвязка всего оборудования. Работы идут достаточно динамично, качественно. И те темпы, которые сейчас идут, позволяют надеяться, надеяться позволяет, на то, что мы уйдем в зиму с теплом. Есть такая надежда. Она теплится точно так же, как в 41-м году теплилась с надеждой на победу и на успех. Поэтому мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы это случилось. Почему? Потому что без того, что произошло в последние полтора месяца, это было бы вообще нереально. Сейчас же мы пошли даже на то, что раскопали один из входов съезда, левый съезд, раскопали. Потому что наличие средств дает уверенность в завершении этих добудет. Потому что ввести работы в приограниченных средствах, когда у тебя нет ни одного въезда на территорию, это рискованно. Это делать нельзя. Да, пожарная техника здесь пройдет, но ни оборудования, ничего поставить невозможно. Но я надеюсь, что в течение ближайших дней эти работы будут выполнены в полном объеме. И уже никакие проверяющие не скажут, что у вас отсутствует временная дорога. Почему? Потому что я надеюсь, появится постоянная дорога. Постоянное устройство, верхнее дорожное покрытие будет выполнено. И это возможно благодаря тем средствам, которые поступили. Не было бы их, темпы были бы совершенно иные. Темпы были бы другие. И вы видели в предыдущих роликах, как развиваются события здесь на площадке. Вы видели, как на ваших глазах территория преображалась. Исчезли горы, грунта. Горы битого железобетона. И прочее, прочее. Территория постепенно приобретает вид. Цивилизованный вид. И даже можно сказать, что есть желание уже разравнивать газончики. Но пока этого сделать невозможно, потому что там сейчас идет прокладка кабеля освещения, телеметрии. И сейчас завозится большое количество грунта для обратной засыпки. Идет подготовка возле фасада здания, идет подготовка работ для осуществления прокола. А за прокол браться при отсутствии необходимого количества средств для оплаты этих работ, это безрассудство. Потому что нам надо, нам надо быть полностью уверены в том, что мы, начав работу, их завершим. И завершим в кратчайшие сроки. Потому что работа ответственна, серьезна. И связана она еще с тем, что эти работы будут проводиться под проезжей частью технополиса. Ребята сейчас доснимут, сделают подсъемку кадров, какие работы здесь происходят, что ведется. Чтобы вы представляли и понимали, какой объем идет. Еще что хотелось бы сказать. Многие пытаются добиться от меня конкретной цифры. Сколько что будет стоить. Сколько же надо до конца выполнения работы. Для ввода КТБ в работу. Честно скажу, не знаю. Не знаю, почему. Потому что никто наперед сметы не составлял. Потому что вы сами видите, как колеблется курс, как меняются цены. И по состоянию на сегодня, вот те сметы, которые сейчас мы рассмотрели, утвердили. Это ясные цифры, ясные объемы. Мы по ним работаем. Но есть те сметы, которые сейчас подрядчики составляют, заводят к нам. Мы их рассматриваем. Рассматривает наш отдел планово-экономический. И что, режет? Режет, делает свои замечания. Потому что порой подрядчики завышают их и на 40, и на 60%. Мы режем. Мы понижаем, проверяем, доказываем, обосновываем. Уменьшаем. Но это игра вот такая. И связана она и с курсом, и с ситуацией на рынке, и с дефицитом. Со многими причинами. Поэтому делать прогнозы по ценам не стоит. Но ясно, понятно. Этот объект состоится. Вопреки всему и всем. Он уже, можно говорить, практически состоялся. Еще не состоялся, но уже видно. И видно, что мы начинаем работы по производству установочной партии двигателей сотового габарита. Что было невероятно еще 2-3 года назад. Было невероятно. Но это уже случилось. Это уже факт. Это не то, что планы или еще. Это факт. И как всегда, по традиции, мы говорим только о фактах. И то, что по состоянию на сегодня поступление на расчетный счет Солумаш инвестиций рекордное, это факт. И то, что все больше людей верит в проект, это тоже факт. Я думаю, что против этого возражать нечего. Спасибо вам всем. Берегите себя. Верьте в себя. Ну, кто верит в нас, участвуйте в проекте. Спасибо. Ребята сейчас вам покажут, что происходит здесь. И до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова